друзья всем привет сегодня у нас своего рода познавательное видео произошла такая небольшая проблемка хотя это не проблемка порвалось полотно на ленточной пильной станке металл мастер мдл-115 порвало его чисто по моей вине она бы еще резала торопился выполнить заказ и резко кинул пилу на заготовку и полотно порвало сегодняшнем видео мы с вами поставим новое полотно и протестируем его изначально полотно стояла с шагом зуба 1014 на день в работе это полотно показала себя на отлично небольшие кругляки профильная труба уголки швеллер режет на ура поэтому я опять обратился в компанию металл мастер и приобрел у них 5 полотен на мою маленькую пилу металл мастер мдл-115 и сразу же 5 полотен на мою большую пилу бсм-712 иметь про запас несколько полотен они никогда не будут лишним тем более все мои самоделки самодельные инструменты и изобретения напрямую касаются металлообработки так что давайте друзья установим на вот этот вот ленточный пильный станочек новое полотно и зато вы увидите как это делается вот она полотно шаг 1014 на дюйм вот так вот его порвало если бы его не порвало она бы еще пилила и пилила резала и резала не зря говорят старики не надо торопиться но в жизни всякое бывает ну а вот друзья полотна который я приобрел для моей большой пилы а точнее ленточной пильного станка по металлу металл мастер бсм-712 и ну и как я говорил ранее для моей ленточной пильной пилы маленького ленточной пильного станка металл мастер мдл-115 в каждой коробочке по 5 полотен это на мой маленький ленточный пильный станок а это на большой на маленький вот как видно написано на коробке шаг зуба 1014 ширина 13 количество 5 ну и в большой коробке также количество 5 полотен но только шаг зубы я беру 812 для большой пилы это золотая середина на ленточной пильном станке бсм-712 пока полотно у меня цело так что коробку можно убрать ну а вот эту вот коробочку сейчас мы вскроем и достанем одно полотно которое мы установим на мой маленький ленточный пильный станок скрываем коробочку и достаем полотно вот 5 полотен чтобы достать полотно нужно нам плоскогубцы открутить вот эти вот проволочки обязательно лучше надеть перчатки потому что полотно резко распрямится и можно пораниться так ну вот полотно шагом 1014 показываю процесс его установки для установки полотна на ленточный пильный станок металл мастер mdl 115 нам понадобится само полотно на всякие пожарные защитные очки в данном случае маленькая трещотка с удлинителем и головкой на 10 ну и можно перчатки но я буду работать без них в них мне неудобно первое что нам нужно будет сделать это снять кожух а для этого нам нужно будет открутить вот этих вот 4 барашка ранее были обычные винты под крестовую отвертку но я чуть-чуть переделал для удобства чтобы не пользоваться отверткой а взять рукой и вот так вот быстренько все это дело открутить откручиваем легким движением рук и кожух сняли головкой на 10 или ключиком на 10 ослабляем вот этих вот два болта м6 сверху и снизу сразу же разведем две щетки чтобы они не мешали установке нового полотна эти две щетки собираю стружку с полотна тем самым меньшее количество стружки попадает вовнутрь но все равно она чуть-чуть попадает но это ничего страшного не забываем сразу натяжитель перевести в расслабленное положение так как когда порвало у меня полотно натяжитель был в натянутом положении а сейчас его надо перевести вот в это вот самое положение перед установкой полотна все же убедимся что направление зуба правильную сторону у нас все четко полотно начинаем заводить через подшипники потом когда завели полотно между подшипниками я сначала завожу на нижний ролик полотно ну а потом на верхний ролик проверяем полотно чтобы она полностью сидела на маховиках и обязательно обратим внимание чтобы полотно прокатывалась на ролике они заходила за него как сейчас вот так вот когда все проверили что полотно у нас стоит четко придерживая полотно на ролике и маховике переводим рукоятку натяжителя положение его натяжения пока не установили кожух проверим как ходит полотно как вращаются подшипники вращаются они или нет как ведет себя ролик он тоже должен вращаться если подшипники с какой-либо стороны не вращаются их нужно будет регулировать подводить проверяем в моем случае сверху все подшипники вращаются ролик вращается снизу одна пара подшипников вращается другая нет нужно регулировать нужно подводить вот смотрите верхние пары вращаются то есть здесь мы болтик можем затягивать отлично вот обратите внимание снизу вот это вот пара подшипников не вращается и чтобы они вращались они подводятся эксцентриком то есть тот болт мы можем сразу затянуть ключом или головки на 10 а здесь подвести эксцентрик при помощи узкогубцев или плоскогубцев подводим проверяем мало проверяем уже зацеп есть но мало еще чуть-чуть все отлично полотно у нас сидит на месте все четко но прежде чем поставить кожу сразу не забудем подвести щетки к полотну чтобы они счищали стружку вот так вот нормально они чуть-чуть под изношенные но свою работу все равно будут делать ну а теперь можем смело надевать кожу все в обратном порядке закручиваем барашки так все готово полотно установили делается это очень быстро но я думаю минут пять не больше да сразу вам скажу если вы перетянете полотно подшипниками полотно начнет скакать его может порвать поэтому с этим тоже аккуратно то есть подводим подшипники так как они начали вращаться зашли в зацеп с полотном больше мы их на полотно не тянем зашли в зацеп так и оставляем самое главное не забываем протянуть болты м6 под головку на 10 под ключ на 10 и все дела на сейчас мы с вами протестируем новое полотно покажу его в работе по всем правилам и канонам полотно новое нужно обкатать но мы его обкатывать не будем если что у меня есть теперь в запасе новые полотна да и в наличию металл мастер их много закончится опять куплю ну а сейчас мы с вами попробуем отрезать шестигранник под ключ на 19 устанавливая отлично режет просто отлично быстро аккуратненько ровненько можно отрезать заготовку под 90 градусов и под угол до 45 градусов на теперь мы с вами попробуем на моем ленточной пильном станочке металл мастер mdl 115 с новым полотном шагом зуба найдем 1014 отрезать что-нибудь посерьезней на этом станке можно резать вручную а можно сделать так чтобы он резал сам самое главное на первых парах дать полотну врезаться на полную высоту его зубьев а потом просто отпускаем и станочек режет сам сейчас я вам это покажу будем резать вот такой вот кругляк диаметр кругляка 42 с копейками миллиметра сейчас прям чуть-чуть врежусь подержу рукой и потом он начнет резать сам как я вам говорил смотрите все и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Шестигранник на 19 он отрезал вообще быстро Кругляк на 42 мм с копейками он отрезал за 3 минуты 45 секунд Тоже очень быстро А самое главное нет никакой пыли как от болгарки Друзья, я сейчас режу пользуюсь болгаркой Стараюсь все чаще пользоваться ленточно-пильными станками Если заготовки уже больших диаметров Я режу на своем большом ленточно-пильном станке Metal Master BCM712N Что-то поменьше до 80 мм я режу вот этим вот станочком Metal Master MDL-115 Вообще компания Metal Master очень хорошая компания У них большой выбор различных станков Ленточно-пильных, сверлильных, токарных, фрезерных станков Для холодной ковки, компрессора Много различной оснастки Все не перечислить Так что, друзья, я советую компанию Metal Master Ссылочки я обязательно оставлю в описании под видео Проходите, выбирайте и приобретайте А на сегодня у меня все И надолго я с вами не прощаюсь Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok